МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путин говорит, что хорошие, мол, ребята, с ними нужно считаться. Хотя, конечно же, у них есть определенные проблемы. Проблемы, например, с отношением к женщинам, которым у себя в стране они запретили даже на балконы выходить. Я уже не говорю о возможности получить образование или тем более построить карьеру. Так вот, в Питере, чтобы угодить талибам, российский дипломат попросил женщину отойти на место для женщин, чтобы показать представителям Талибана стенд внимания о гендерном равноправии в России. В общем, смотрите сами. Ну а что ж теперь еще России остается делать? Рубль вошел в режим свободного падения. Ведь из-за вступивших на прошлой неделе американских санкций Мосбиржа вынуждена теперь отказаться от торгов в долларах. Мелочь, конечно, приятна. Специалисты говорят, что особо на экономику России это не повлияет, хотя у Путина на курсовые скачки еще с 2014 года свой собственный взгляд. Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился. На треть. На треть, на 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Теперь в российском центробанке говорят, что юань станет основной иностранной валютой страны. Ну, правда, главное, чтобы китайцы на это согласились. Ведь китайские банки не испытывают особого восторга от возможности попасть под вторичные санкции за то, что в принципе проводят российские операции. Ну, а пока биржевой курс юань-рубль будет теперь задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе, понятное дело, евро и доллара. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. А сейчас это основная валюта на биржевых торгах. Фактически, это будет означать, что российская международная торговля и торговый бизнес страны завязан на финансовые показатели Китая. Проще говоря, полная зависимость от Пекина. Санкции в этот раз подпортили настроение и частным, и мелким, в том числе, бизнесам. России запретили использовать все иностранные технологии в IT-сфере. Минфин США запретил поставку любого софта в Российскую Федерацию даже для физлиц. Решение вступит в силу 12 сентября этого года. Что ж, посмотрим, как американский софт теперь будет импорт замещаться. Странный, но понятный ход Путин совершил 14 июня. Он приехал навстречу в собственный МИД. Оттуда торпедировал на тот момент еще только приближающийся саммит Зеленского мирным предложением, от которого невозможно просто не отказаться. Важно, как по мне, что Путин начал заигрывать с Европой. Тут, конечно, его вдохновляют те самые выборы Европарламент, результаты которых ему явно по душе. Касательно ключевых игроков в Европе, Франции и Германии. Путин говорит, что с Европой о России все равно-то рано или поздно придется сотрудничать. А тут еще и очень неплохо было бы их рассорить со Штатами. Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США, в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности. Да, чуть не забыл. Один из пунктов плана Путина – снятие всех санкций. Ну а что же происходит? Я-то думал, он уверен, что санкции ему нипочем. Ну вот, на этот раз пока все. С вас лайк, подписка и репост, если смотрите программу в интернете. А больше всего, конечно, я жду ваших комментариев, ваши мысли бесценны. Делитесь ими, и это видео посмотрят еще больше людей.